Девушки отдыхают Губернатор пообещал утолить кадровый голод Донской полиции Особенно обратил внимание на 11 приграничных территорий И необходимость там усиления контроля за ситуацией Профессия, которая звучит гордо В Ростове назвали имя Учителя Года Как только приходишь в школу и поработав там некоторое время Она начинает затягивать тебя И с каждым не затягивается сильнее и сильнее И потом уже просто расстаться с ним невозможно 12 миллионов как по нотам В Ростовской консерватории появился уникальный рояль Стенвей Он звучит не просто, а по-особенному Звучит так, как должен звучать настоящий рояль Донские парламентарии не готовы принять закон о детях войны На 15 заседании законодательного собрания области депутат партии КПРФ Виктор Булгаков Возмутился тем, что не нашел в повестке дня обсуждения этого вопроса Как ответил председатель парламента Виктор Дерябкин На принятие дополнительных мер по оказанию поддержки детям войны Необходимо минимум 2,5 миллиарда рублей Вносить такие коррективы в бюджет 2015 года возможности нет Тем не менее, если ряд депутатов выступят с конкретными предложениями по этой теме ЗАГС собрания организует совет Других отступлений от плана на заседании не было С докладом выступил главный полицейский региона Андрей Ларионов По его данным, на Дону уменьшилось количество грабежей, краж и угонов Однако обеспечивать порядок становится все тяжелее Дефицит сотрудников органов внутренних дел составляет 10% Сейчас нехватка кадров превышает 6000 сотрудников Губернатор пообещал решить эту проблему Поддержку на этом этапе я получил Надеюсь, что мы в практическом плане реализуем Особенно обратил внимание на 11 приграничных территорий И необходимость там усиления контроля за ситуацией Добавлю, уровень преступности в Ростовской области достиг отметки в 1273 преступления в год на 100 тысяч населения Это на 23% ниже среднероссийского показателя Садоводческие товарищества северо-восточной части Ростова подадут газ Такая возможность появится благодаря строительству газопровода высокого давления Он включен в программу газификации области И в этом году энергетическая компания выделит 14 миллионов рублей на разработку его проектной документации Этот объект позволит обеспечить голубым топливом новый район декоративной культуры А также садоводческие товарищества «Агат», «Утро», «Зодчий» и «Луч» в Ворошиловском районе Добавлю, в настоящее время уровень газификации Донской столицы составляет 99,24% Это один из самых высоких показателей среди крупных городов России При этом территория Ростова впервые включена в областную программу газификации В Ростове назвали имя учителя года Почетного звания удостоился представитель сильного пола Преподаватель истории и общества знания Артем Лопатин трудится в 19-й гимназии и уже становился лауреатом городского конкурса Два года назад его участие признали лучшим дебютом Сегодня он продолжает любимое дело Учит юных ростовчан не только добывать знания, но главное жить по совести Анна Глебова познакомилась с заслуженным педагогом В этом зале дисциплина не хромает Каждый номинант на премию – пример того, как держаться перед широкой аудиторией Городской этап конкурса для школьных преподавателей проходит в Ростове уже 26-й раз За престижный титул боролись 34 лучших представителя профессии в четырех номинациях Педагог-психолог, воспитатель, педагогический дебют и самая заветная – учитель года Это были и заочный этап, когда они представляли свои интернет-ресурсы и свои наработки Это был очный этап, когда они показывали свои уроки и свои какие-то мероприятия Это были также итоговые мероприятия, круглый стол, защита инновационного проекта И вот по всем этим конкурсным программам выставлялись баллы Лучшим в этом году стал учитель истории и общества знаний из 19-й гимназии Артем Лопатин Выходить на сцену, правда, в другой роли почти привык В школе он бессменный ведущий интеллектуального шоу У него очень интересная система работы с одаренными детьми Он выстроен от начала до конца Учитывая то, что он в этом году, учитель наш, еще и победил на приоритетном национальном проекте образования Мы решили его выставить на городской конкурс учитель года И нам очень приятно, что наши ожидания оправдались Его уроки школьники не пропускают Молодой специалист смог сделать обучение не только познавательным, но и увлекательным Такая методика позволила ему два года назад победить в номинации дебют года К титулу лучшего учителя Артем Лопатин шел менее шести лет В 2010-м историк по образованию он просто попробовал свои силы в одной из ростовских школ Как только приходишь в школу и проработав там некоторое время Она начинает затягивать тебя, и с каждым меня затягивается сильнее и сильнее И потом уже просто-напросто расстаться с ней невозможно И дети, и сама профессия, и педагогический коллектив, и руководство И многие вещи, на самом деле, все это вместе дает такой позитивный эффект Атмосфера, постоянный тонус Потому что каждый день он как будто начинается заново, несмотря на все твои планы Грамоты и кубки Артем Лопатин своим главным достижением не считает Лучшей благодарностью за добросовестный труд для него остаются знания учеников и слова благодарных родителей Мы, когда сдавали экзамен, мы набрали достаточно высокие баллы И по обществу знаний мы его сдавали Мы поступили, учимся в строительном университете Учимся в элитной группе в силу того, что высокие баллы Сейчас педагог готовится представлять Донскую столицу на региональном этапе премии За учителя истории обычной ростовской школы болеть будут всем городом Анна Глебова, Игорь Коровтенко, Южный регион, Инфо Ростовские музыканты заработали для городской консерватории «Рояль» стоимостью 12 миллионов рублей Уникальный музыкальный инструмент стал наградой от федерального правительства За большой вклад в поддержание мировых культурных традиций Как говорят знатоки, звучание его неповторимо Недаром «Рояль» и «Стенвы» есть в самых известных концертных залах мира Владлена Жердзева уловила тонкую звуковую гармонию Сегодня он тоже не удержался от соблазна Начальник концертного отдела консерватории называет этот день историческим Играть на уникальном рояле стоимостью 12 миллионов рублей – большое счастье и честь для любого музыканта Все музыканты со всего мира играют именно на таких роялях чаще всего То есть любая концертная площадка считает за большую честь иметь рояль именно этой марки Он звучит не просто, а по-особенному звучит так, как должен звучать настоящий рояль Рояль «Стенвей» – это живой организм Более чем полуторавековая история изготовления, приверженность ручной сборки и тщательный отбор материалов Рождает неповторимое звучание Подобные инструменты есть в самых знаменитых концертных залах мира В Ростове таких уже несколько Новый рояль – это символ профессиональных успехов талантливых молодых музыкантов Дона Именно их заслуги в год культуры отметил дорогим подарком министр Мединский Власти города считают это поводом продолжить обновление технической базы музыкальных учебных заведений Мы понимаем, насколько важно укреплять материально-техническую базу и музыкальной консерватории, и музыкальных школ в нашем городе Поэтому сегодня главой администрации города Сергеем Ивановичем Горбанем принято решение о приобретении ряда музыкальных школ новых инструментов Беречь новенький «Стенвей» в консерватории обещают, как зеницу ока Тревожить дорогой инструмент по пустякам не будут Рояль останется на сцене, чтобы играть по особым случаям Наталья Бешкарева, Владлена Жердева, Владимир Дудник, Южный регион.Инфо В Ростове прошла премьера документальной ленты в выпускной на Минном поле Она повествует о нелегкой судьбе девушек, которые стали прототипами героинь фильма «Рябиновый вальс» Его привезли на очередной марафон семейного кино «Вверх» В качестве почетных гостей заслуженный артист России Владислав Петров И генеральный продюсер компании «Кинопрограмма 21 век» Владимир Есинов Виктория Щетинина побывала на торжественном открытии Их отправляли на разминирование полей Вологодской области Спустя почти 70 лет они рассказывают о былом с большого экрана Документальный фильм, выпускной на Минном поле до главной картины вечера Рябинового вальса Прототипами героини художественного кино стали реальные девушки Почему мы этим фильмом именно открываем? Наверное, вот вопрос Хотя его уже многие видели Но мне кажется, он недостаточно оценен Понимаете, фильм по его статусу, по его значимости Мне кажется, один из лучших в этом веке Очень плохо, что его слабо показали по телевизору И многие его не знают Организаторы фестиваля семейного кино «Верх» усмотрели в Рябиновом вальсе 10 божественных заповедей На них и просят обратить внимание зрителей А их оказалось немало В концертном зале Дворца культуры «Рассельмаш» практически нет свободных мест Друзья, этот фестиваль Он не коммерческий фестиваль Я очень вас прошу, приходите, смотрите фильмы Фильмы, снятые не из побуждения того, чтобы заработать какие-то деньги на вас А показать вам, поделиться частью своего сердца, частью своих переживаний Серьезное кино, которое можно посмотреть всей семьей Будут показывать каждую среду до конца апреля Окончательный список фильмов еще не сформирован Поэтому анонсировать сеансы организаторы не стали Говорят, что ориентируются на российские картины Но включат в программу фестиваля и лучшие зарубежные ленты Виктория Щеденина, Игорь Коровтенко, Южный регион.Инфо Эти и другие новости вы найдете на нашем портале rostovlife.ru Следите за жизнью города А я прощаюсь с вами, до встречи Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова